СВТ, Швеция, пешка в игре больших держав США и России Тигренфейлер, СВТ, Швеция 25 января 2019 года В Венесуэле население напряженно ждет следующих шагов правительства и оппозиции Призовет ли лидер оппозиции Хуан Гуайда, Юан Гуайда, к новым уличным протестам? Каков будет результат борьбы за власть мировых держав США и России? Закончились бурные сутки В течение которых венесуэльскому правительству успели бросить серьезный вызов как внутри страны, так и на международной арене И президент Мадуро попытался вернуть инициативу себе В длинной речи, транслировавшейся по телевидению, венесуэльский президент-социалист рассказал о безусловной помощи от путинской России и пообещал остаться на президентском посту до 2025 года Другими словами, нет никаких признаков того, что Мадуро намерен сдаться под давлением Гуайда объединил оппозицию после 2017 с его уличными протестами против Мадуро 2018 год оказался потерянным для венесуэльской оппозиции, где царил глубокий раскол на почве стратегий, а также отношение к вопросу, есть ли какой-то смысл баллотироваться на выборах в нынешних обстоятельствах Несколько лидеров оппозиции оказались под домашним арестом или бежали из страны Но сейчас у Гуайда за короткий срок получилось то, что до недавнего времени казалось почти невозможным Объединить разношерстную оппозицию в единое движение, которое сумело как следует надавить на Мадуро Миллионы людей покинули страну В то же время ясно, что в Каракасе Гуайда, по-прежнему неизвестное имя и скрытая карта для многих венесуэльцев И только что достигнутое единение может быстро исчезнуть, если позиционная война с правительством затянется во времени Длительная борьба за власть между правительством и оппозицией может вылиться в столкновение Никак не решающий глубокий экономический и социальный кризис А рядовые венесуэльцы вновь будут просто зрителями Миллионы граждан уже покинули страну Другие просто сдались Страх перед репрессиями Многие венесуэльцы, с которым я разговаривал, рассказывают, что боятся насилия во время столкновения между демонстрантами и службами безопасности И это заставляет их держаться подальше от уличных протестов Существует также и страх перед репрессиями Например, опасение лишиться государственной продовольственной помощи, от которой зависят многие семьи Борьба за власть между Россией и США Кого бы они не поддерживали, Мадуро или Гуайда Все венесуэльцы сходятся в одном Страна столкнулась с совершенно новым международным контекстом В котором государства принимают сторону одного из двух главных действующих лиц, претендующих на пост президента США угрожают вмешаться, не исключая военных методов, если правительство попытается задержать Гуайда или как-то навредить ему В то же время Россия предостерегает о катастрофических последствиях, если США решат начать вторжение Деликатная роль США в Латинской Америке Вопрос о роли США в Латинской Америке очень деликатный США уже долгое время смещают там президентов и назначают новых И Мадуро сейчас пытается мобилизовать националистические чувства людей Описывая Гуайду как мальчика на побегушках у Трампа Мадуро все еще располагает поддержкой военных Но США пытаются так или иначе нарушить баланс власти, например, стараясь передать деньги от экспорта венесуэльской нефти оппозиции или направить американскую гуманитарную помощь через Гуайда Мадуро открыт для переговоров венесуэльских дипломатов США, которых отозвал домой Мадуро Гуайда сейчас призывает остаться и вместо этого работать на него Похоже, что его цель – создание параллельной структуры, новой политической реальности, которая вынудила бы Мадуро пойти на уступки Мадуро в четверг своей речи на телевидении сказал, что готов начать переговоры с оппозицией в рамках решения, предложенного Мексикой и Уруговым Ранее он уже демонстрировал, что очень хорошо умеет использовать переговоры, чтобы выиграть время и расколоть оппозицию Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ